Вот поясните мне, люди разумные, как это можно назвать себя хищником по причине того, что у человека есть то, что принято для классификации называть клыками, только потому, что это не резцы и не жевательные зубы. Да, любители сосисок, есть еще и плодоядные, оказывается, они только трава и плото, от слова плоть, плодоядные животные по типу питания. А вашими клычонками, как и ноготенками, можно только сосиску порвать в клочья, и не более того, ну хорошо, хорошо, еще и котлетку. Даже вот эти животные, которые по виду своему, ну несоизмеримо более хищные по виду, чем человек, и когти у них есть, а не ногтенки. Так вот что при этом, зубы у них какие клыки выпирают и что, и они при этом есть очень многие животные, которые не то что травоядные, а узкоспециализированные травоядные. Так что клычоночки, которые вообще не уступают у человечка, вообще не являются никаким основанием, говорит, что это существо даже всеядное. Здравствуйте, дорогие товарищи, уважаемые зрители моего канала в ютубе. Сегодня про зубы речь пойдет. Я решил очень кратко осветить данный вопрос. Глупость людей порой просто повергает меня в шок. Насколько же можно быть либо глупыми и невменяемыми, либо так низко обманывать себя? Ведь такое поведение и такие мысли и речи, которые вы услышите, просто недостойны человека разумного. То есть, кто любой ценой отстаивает, любимые котлеты и сосиски, они прибегают к разного рода оправдалкам для себя. Ну, чтобы со спокойной душой есть так называемое мясо, а говоря более прямо и понятно, и верно, это мышечная ткань трупов убитых животных. И вот одна из таких вкусных оправдалок – это клыки. Ну что ж, какие бывают зубы, да? Давайте разберемся. Но вначале давайте послушаем вот такие слабоумные изречения. Я их сейчас приведу, всего пять штучек. Столько у меня припасено для вас из великого множества подобного. Есть и оригинальные интерпретации со своими изысками и аллогизмами. А затем я поясню такое и так очевидное, но для некоторых, как видно, необходимое. А кое-что и в процессе зачитывания писем прокомментирую. Первое письмо. Ники Алекс. Именно поэтому природа расположила человеческие глаза, как у хищника, и поэтому у тебя есть клыки, которые созданы, чтобы захватывать добычу. Это пипец, скажешь. И это очень глупо настаивать на том, что человек травоядный, так как человек является всеядным животным, и в его рационе должны присутствовать все виды пищи. Очень вкусное письмо. Ну, поясню по сути. «Ой, клыки у него выросли. Ну, вперед, прыгай на корову так, да рви ее на куски». Ну, коли, так сказать, как он пишет у него это, чтобы захватывать добычу, отрывать там. Ну, давай, прыгай на корову и рви ее на куски. Ну, какие же идиоты есть. Просто порой человек действительно, вот действительно животное, причем безмозглое животное, такое часто встречается. И я никогда не говорил, что человек травоядное существо. Это только идиоты говорят так, возможно. Кстати, я поражаюсь и тем, кто говорит мне, как я, группа, почему я называю людей идиотами, мол, да? Вот для подобных, именно подобных, поясняю очевидное. Не всех людей я называю идиотами, а вот только таких. Так как я намерен называть вещи и явления своими именами, раз человек идиот, я не вижу причин не констатировать факт оного явления. Тем более, когда он умничает, наглеет, получает, при этом будучи идиотом, имея только свои желания, но не имея ни знания, ни логику. Глаза у него хищника, полный аут, а ноздри тоже, да? Ноздри у хищников спереди и параллельно земле, чтобы ощущать добычу по ветру. Но это все не про зубы вообще. Итак, второе письмо. Елена Мур, некая Мур, интересно, это такое извращение или действительно фамилия Мур? У человека даже клыки есть. Как вы думаете, зачем? А я вам отвечу, чтобы мясо кушать. Но это извращение еще глупее, нежели оправдал конных о том, что раз в желудке человека соляная кислота и фермент пепсин, что безусловно, которые дентурируют белки, то желудок, значит, создан для переваривания мяса. И мясо есть пища человека. Это пипец, конечно. Сейчас эту идиотическую и логичную мысль я пояснять не буду. Много раз уже это я пояснял в своих других видео. Вот пусть и зрителей моих старых, постоянных, кто-то этим болезненным поможет и скинет ссылку на это мое пояснение. А какие у человека имеются клыки, я поясню далее. Хотя можно и в зеркало посмотреть любому, а потом на фотографию хищника и сравнить. Третье письмо. Тимур Чеченов по-английски. Почему ты постоянно утверждаешь, что мясо не наша пища? Всем известно, что клыки или резцы, внимание, встречаются у плотоядных животных, а у травоядных нет. Если кто-то считает себя козлом, о как, это его дело и пусть жует себе травку. Ну, во-первых, отвечаю ему, не ты, а вы. Ясно? Потому что оно не есть наша пища, вот это самое мясо. Потому я это и утверждаю. Ну, это письмо вообще в целом совсем шедевр идиотизма. Только одно скажу ему, что резцы есть у всех. В том числе у травоядных, у хищников и у плодоядных, о которых никто из любителей котлет почему-то не вспоминает, что есть такие еще и плодоядные существа. Так вот, анатомия зубов, да? У козы, а он про коз там начал, у козлов, да, ну, у коз вообще, да, подразделяются зубы на резцы и коренные, то есть жевательные. Можно это проверить в любом справочнике по ветеринарии. А коли это так, то что написал этот человек? Ахинею, естественно, ну, это понятно. Или кто мясо не ест, а так и есть, да? То значит, что он ест травку автоматически? Нет. Значит, тот, кто вот это написал, вот он дебил. Если бы он не наглел и не писал бы так надменно, уверенно, безапелляционно, я бы назвал его невеждой, а так дебилом, что естественно. Четвертое письмо. Марина Ерофеева. Вот хорошо, что хоть полностью и по-русски и понятно написала. Здравия вам желаю. А почему природа наделила человека клыками, как и у диких зверей? Понимаете, что вот только вот это. Как у диких зверей? Что, совсем, что ли? Как у диких зверей? А такая, а, спрашивает. Что мы ими рвать-то должны? Бананы? Это она так с таким и значок идиотский, как вот обычные дамочки любят. Плачет, типа, ой-ой-ой. Когда не хватает языка выразить свое, то есть вот ставят уже вот эти смайлики. Поганые. Я пишу, да, это просто пипец. То есть она говорит, что коли у нас клыки есть, то мы ими должны рвать плоть животных. Ну, это очевидно из письма. Ну, рви тогда, хочу я сказать. Один дебил попытался оторвать шкуру у кролика. Вот посмотрите отрывок, как у него это прекрасно все получалось и получилось. О, как он смелет. Ну, как вам? А почему его клыки за одно движение не оторвали кусок кролика? Не то, что баранью шкуру и так далее, а вот кролика бедного, маленького, несчастного. А теперь вот это посмотрите, как действительно хищники рвут клыками, а не клычонками. Как и ноготенками у таких домешек, которые вот пишут с наманикюренными ноготенками, пишут там о клычонках. Ну, надеюсь, вы поняли, да? Стало стыдно? Нет? А что до ноготенков, вы понимаете, что это не когти, а? И так со всем остальным, вообще со всем остальным. И десятки и сотни других факторов анатомического и морфологического строения, не говоря уже о биохимии. Нам говорят, что человек не то, что не хищник, но и не так называемый всеядный, как это медведь, например, и кабан, а именно плодоядное существо. Да, любители сосисок, есть еще и плодоядные, оказывается, а не только трава и плото, от слова плоть, плодоядные животные по типу питания. А вашими клычонками, как и ноготенками, можно только сосиску порвать в клочья. И не более того, ну хорошо, хорошо, еще и котлетку. Письмо, пятое. Давид Александров тоже, слава богу, по-русски пишет имя свое. Зачем человеку природа? Вживательный аппарат встроила клыки. Природа не дура, в отличие от тех, кто пытается все обосновать научным подходом. Верно, дураки не только те, кто считает, что у нас есть клыки. То есть, сопоставляя со своими клыками, подразумевая хищников, то есть, львов, волков. Мозгов нет вообще. Одни желания вкусно пожрать, вернее, привычно. Жрать же вы хотите, и в нистовстве беситесь только потому, что хотите мясо жрать. И хотите, чтобы вам никто не мешал в этом подлом, кровавом и идиотичном деле. А до хрена вам. Специально для дегенератов и в помощь разумным, для экономии их времени, разберем строение зубов у травоядных хищников, условно всеядных и плодоядных существ. Итак, зубы человека. Вот вы можете посмотреть на снимок, сверху, в профиль. А теперь давайте посмотрим, а есть такие животные панды? Да, панда, например, большая панда. Или бамбуковый медведь. Это вид так называемых всеядных... Внимание, он по классификации относится к всеядным млекопитающим из семейства медвежьих. Как известно, медведи-хищники. А панда-хищник? Нет. А кто? Травоядное? А чем оно питается? А это узко. Это даже более того, сверх узко специализированные животные в пищевом плане и питается, но практически только проростками бамбука разных видов. Это не просто травоядное животное, а монотравоядное. Хотя есть клыки, и не как у людей, у которых имеются клычонки. И только по названию числются клыками. Вот поясните мне, люди разумные, как это можно назвать себя хищником по причине того, что у человека есть то, что принято для классификации называть клыками, только потому, что это не резцы и не жевательные зубы. Несмотря на то, что панды относятся к отряду хищных, к отряду хищных животных, да, млекопитающих, фактически они едят только один бамбук. И посмотрите еще раз на их клыки. Это действительно клыки, которые в три раза длиннее остальных зубов, идущих в ряд. А у человека как? Да вровень с остальными. Эти его клычонки-то вровень с остальными всеми зубами. И даже этот медведь, имеющий клыки, выступающие, мощные, является травоядным. А человек-то со своими четырьмя кусочками, кто хищник, что ли? А вот кто такое говорит и в это во все верит, кто он? Не дебил ли? Ну, конечно. Теперь давайте возьмем гориллу. Ладно, как говорится, родственников, да, как многие считают, что приматы это родственники человека ближайшие. Вот давайте возьмем, в пример, гориллу. Да не каких-то там, да, будем брать приматов непонятных там, рангутанов там этих. Давайте прям горилла. Знаете, почему их? А они потому что вообще травоядные. Да, то есть они даже не плодоядные существа. Они не плоды едят, они почти не едят плоды, а в основном побеги молодых разных видов растений, листья и так далее. Так вот, вы клыки их видите? Они вообще в три-четыре раза длиннее по сравнению с другими зубами. Так вот, вопрос к вам. Они охотятся? Гориллы? На кабанов? Может быть, на леопардов напрыгивают, разрывают и пожирают их? Неа. Люди, что с вами вообще происходит? Вы вообще представители разумных людей или нет? Что, неужто так душу греет картинка или брюхо, да, греет картинка из школьных учебников, где вам рассказали, что человек якобы всеядное существо? Кстати, не говорилось даже в советских школьных учебниках, что человек хищник. А почему говорили, что всеядное? А потому, что ест все. И на этом основании зубы притянули за уши вот эти. То есть, по факту жизни и веры человечества в последние годы. Вы поняли, что даже вот эти животные, которые по виду своему, ну, несоизмеримо более хищные по виду, чем человек. И когти у них есть, а не ногтенки. Так вот, что при этом? Зубы у них какие клыки выпирают и что? И они при этом есть очень многие животные, которые не то, что травоядные, а узкоспециализированные травоядные. Так что клычоночки, которые вообще не уступают у человечка, вообще не являются никаким основанием, говорит, что это существо даже всеядное. А давайте разберем. Вот что в учебниках пишут и в пособиях для биологов, ветврачей и так далее. Я прочту и буду пояснять. В процессе эволюции, ну, это кто верит в нее, зубы приобрели разную форму в зависимости от функции, которую они выполняют. Выделилось четыре разновидности. Это резцы, клыки, премоляры, это малые коренные маляры, то есть большие коренные зубы, ну, жевательные по-другому. Итак, проще говоря, от себя скажу, резцы, клыки и жевательные. Резцы расположены в передней части челюсти. Их назначение перегрызать или разрезать пищу. Они нужны при любом способе питания. Поэтому резцы есть у всех млекопитающих. Внимание, вот тот умник, который там писал, что резцы и клыки есть только у хищников. Это пипец, конечно. Но все же у травоядных они играют более важную роль. Ну, вспомните, бобров, их резцы, они отличаются от резцов. Например, коз. И это просто бензопилы, ну, понятно, да? У хищников резцы короткие и заостренные. У травоядных эти зубы отличаются большим разнообразием. Они есть у травоядных. У зайцеобразных и грызунов резцы длинные, в форме стамесок. А у жвачных животных только нижние резцы. А верхних нет. Ведь эти животные ничего не грызут. Они только перетирают траву. Но вот самую интересную трансформацию претерпели резцы у слонов. Они превратились в бивни. Вот бывает и такое разнообразие. Клыки можно назвать режущим и колющим орудием. Они предназначены для отрывания кусков пищи. Как вы поняли, человек не способен отрывать куски пищи. А то, что вы называете пищей, вот это разваренное протушенное мяско, это уже не мяско. Попробуй-ка оторви вот это вот кровавое все с куска, с кости, с сухожилиями. Вырви с кожей, с хрящами. Дальше. Чаще всего это приходится делать с мясом. Поэтому у хищников клыки более развиты, чем у травоядных. Вы поняли про свои клычонки недоразвитые? Клыки хищников довольно длинные, острые. У травоядных же они либо напоминают по форме резцы, как у человека, либо вообще отсутствуют. Дальше. Коренные зубы маляры и прималяры служат для пережевывания, то есть перетирания пищи. Хищники пережевывают пищу очень слабо, поэтому коренных зубов у них меньше по количеству, чем у травоядных. У некоторых травоядных, например, у коров и лошадей, коренные зубы отделены от других зубов диастемой. Это такой непропорционально большим промежутком. У хищников диастемы тоже есть, но расположены они в других местах, впереди верхних клыков и позади нижних. Благодаря этому хищник может плотно сомкнуть зубы, захватывая добычу. От себя еще скажу. А вы в курсе, дорогие мясоеды, что у хищников нижняя челюсть, в отличие от вас, клычков, не вращается влево-вправо, не поворачивается? Знаете почему? Так природа, да, предусмотрела. А чтобы вы не вырвали сухожилие себе, если начнете отрывать то, чего не положено. Так вот у хищников именно по этой причине они смыкаются только вверх-вниз, чтобы захватить, как капкан, и оторвать движением головы, шеи, разных групп мышц в сторону, чтобы кусок захватился, заострился, порвался и оторвался. Добыча. А у человека в левую и в правую сторону вращается нижняя челюсть. Даже на этом основании человек никакой не хищник, ну и не всеядный, это уже другой вопрос. Так, идем дальше. Что еще написано? Нетрудно заметить, что человека по строению зубов нельзя отнести ни к хищникам, ни к травоядным. Дифференциация зубов у человека не настолько выражена, как у других животных. Понятно? Все зубы развиты примерно в равной степени. Констатация фактов верна. А вывод, конечно, идиотичный. Потому что вывод подогнан под веру. И вывод такой. Это говорит о том, что человек всеядное существо. Ну, то, что все полезно, что в рот полезло, это глупость. А полезть-то может много чего. От чего человека получают ранние болезни и смерть. Естественно, и другие животные, которые являются чисто травоядными, чисто узкоспециализированными, могут в какой-то период времени съесть несвойственную для себя пищу. Но это не значит, что они становятся от этого всеядные. А тут по классификации, видите ли, человек объявили всеядным. Ну, от этого его калычонки-то не выросли. И ноготенки тоже легко ломаются. Просто раньше вообще не выделяли плодоядных животных в отдельную группу. А все хмели в раздел так называемых всеядных. Понятно? Ну, правда, есть сейчас такие придурки, которые калычки себе, вот которых от природы у них нет, вставляют, вращивают, наращивают, чтобы походить на примата, наверное. Ну, или на вампира, или на оборотня. Такой тип извращений. Помните это оголтелые фантазеры и наглецы, подобные тем, чьи письма я сейчас вот записывал? Вот это вот наращивание, отращивание. Это следующий шаг вашего безумия. Посмотрите на это. Теперь посмотрите вот на эту картинку, где вот собака, кошка, лошадь, корова и человек, черепа с зубками. Вы разницу видите? Смотрите какую-то разницу. А вот сравните зубы грызунов и хищников. Вот с одной стороны слева хищник, волк, а справа грызун типичный. Вот у грызунов нет клыков, но зато есть резцы очень сильные, которые примерно такие же большие, в пропорции к телу, к черепу, как у хищников. Потому что так надо им. У человека ничего нет, ничего не надо. Он ни на кого не может напрыгнуть, оторвать, разорвать и проглотить. Так, подробно я все разбираю в лекции. Пищеварение, пищеварительная система, потому что пищеварительная система начинается с полости рта. Поэтому изучайте. Вот вам еще картинка, где примоляры, маляры, клык, резец, слева направо, развернутый вид 32 зубов. Посмотрите, посмотрите на вот эти кусочки. Это вы что ли хищники там? Это клыки у них, клычонки. Это вообще просто, ну это мозги есть. Ну а теперь реклама для тех, кто еще не смотрел. Обязательно посмотрите все мои видео из рубрики «Сосиска в голове». Вот эти видео. И по ссылочкам под видео они, конечно же, будут даны вам, чтобы вы долго их не искали. Приведу еще в завершение такие же глупости оправдалки своей любимой сосиски на тарелке. Еще два типичных примера, две оправдалочки. Елена Мурта же не угомоняется, пишет. «Читайте внимательной Библию! Бог разрешил кушать мясо!» Да? А совесть человеческая разрешила? А чистая душа ребенка что говорит? Кому вопиет, как говорится? Ну-ка, смотрите вот эти два видео и подумайте сами перед собой, не обманывая себя, а где правда? Что ваша душа, надеюсь, еще не искалеченная, не изгаженная, что она подскажет? Да, и посмотрите, конечно, мое видео «Мясо» и «Библия». Вот для таких. Все есть. На все я уже отвечал. Теперь пишет 3ХА, 3ХА дважды. «Окститесь, животные!» Растения тоже мыслящие, разумные существа, только что у них нет глаз, нет и кричать они не могут, вы их убиваете и жрете. Чем же вы отличаетесь от тех, кто убивает и жрет мясо? И вот реально он это не понимает? Не извращенцы ли вы сами подумайте? Ну, и этому очень хочется, вот клянусь вам, очень хочется, нецензурно, не соизмеримо более грубо, чем я обычно делаю ответить, но сдержусь и скажу лишь так, что это конченый дебил. И вот таким я много лет назад уже аргументированно ответил в видео, которое называется «Морковки тоже больно». Посмотрите его обязательно все. И я поражаюсь, как такие рождаются или они становятся такими. Ну и напоследок есть такие глумливые быдляшки. Алекс такой некий пишет «Я тоже плачу». Причем он это пишет, знаете где? Под видео, вот о детях и мясе. Он пишет «Я тоже плачу, так как доедаю последний кусок свежеприготовленной говядины, а шашлык будет только на выходных, а это так не скоро». Но это просто быдло. И, конечно, посмеется это быдло, когда у него будет рак, а он будет обязательно. Но может и тогда он даже не поймет, отчего же у него возник рак. А для всех разумных, мыслящих, порядочных людей я завершу это видео пожеланиями здравомыслия, порядочности, честности и здоровья. С уважением к вам, Фролов Юрий Андреевич. До новых встреч, до новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова